Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол от Аж жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что очень большой процент смотрит мои видеоролики без подписки. Если вы смотрите и вам это нравится, то не поленитесь нажать на красную кнопочку, сделать ее серой. Ну и также поставьте лайк, мне будет очень приятно, все-таки вы так будете благодарить за мой труд. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео. Подпишитесь, кому не трудно, мне будет очень приятно, давайте вместе добьем 40 подписчиков. Ну что же, сегодня у нас три игры, матч выездной против Сочи, выездная игра в Лиге Чемпионов против Андрей Лехта и домашняя игра против Краснодара, которые, кстати, сейчас идут на четвертом месте, то есть мы их еще и преследуем, там, наверное, по забитым мячам. Ну что же, переходим к игре с Сочи, посмотрим на наших игроков, кто готов, кто не готов вообще. Так, ну вот у Лунёва я вижу хорошая форма, поэтому давайте мы его и выпустим. Вместо Сантоса будет играть Круговой. Ну и давайте я даже вместо Азмуна выпущу Шамуродова, почему бы и нет, попробуем. Интересный тоже вот такой вот вариант, вместо Бариоса я бы хотел бы, я не знаю, даже давайте Аздуева выпущу, но вот так вот. И вместо Паласиуса выпустим Фодана, чтобы у нас немножечко вот отдохнули наши вот игроки. Все, вот таким вот составом мы выходим на матч против Сочи. Ребята заряжены. Сочи против Зенита. Поехали. Итак, Сочи принимает сегодня Зенит. Стадион Фишт. Посмотрим, как у нас получится сыграть перед Лигой Чемпионов. Немножечко изменили состав. Посмотрим, что нам это принесет. И вот первый фо уже на втором минуте. Магомед Аздуев здесь сцепился с девятым номером. Это Антон Заболотный, наш бывший игрок. Караваев. Неплохо. Жезус. И дальше. И. И все-таки забиваем. Себастье Андреуси на 51-й минуте забивает мяч. Отлично. 1-0. Мы выходим вперед. И все, заканчивается матч. Минимальная победа на выезде над футбольным клубом Сочи. Мы набираем очередные три очка в чемпионате России. Матч неплохой, конечно, выдался. Четыре удара, два в створ. Сочи практически вообще ничего не создали возле наших ворот. Ну и Дреуси лучший игрок матча. Итак, после шестого тура мы поднимаемся на четвертую строчку. Замечательно. Пока что у всех команд в топ-4 по 15 очков. У нас, кстати, игра следующая в чемпионате против Краснодара. Так что будем бороться за третье место. Итак, что у нас здесь с другими командами? Ферро предлагают повысить. Но у нас денег таких, к сожалению, нет. Что у нас здесь? Ракицкого, да, мы выставили. Ох, Манчестер Юнайт, это вообще замечательно. Сейчас мы попробуем чуть-чуть побольше. Вот почти 10 миллионов за украинского. Или украинского, наверное, украинского. Правильно. Защитника так. Йордана Сорио в Леон. Да нет, пока что. Он вроде у нас. И не на сколько у нас еще Манчестер. Он 14 отыграл. Поэтому пойдет. Так, нам нашли еще центрального защитника Тахо из Ливеркузинского Байера. Миллианкович, кстати, из Фиорентины. 81 рейтинг. Молоденький. И еще кого здесь. Солису, кстати. И саунд Гэмптона. Ганец. Тоже давайте добавим. Посмотрим, почему бы и нет. Так, а я же могу сам отменить, если что потом? Да. Если что, получится у нас отменить. Если мы сейчас Ракицкого продадим, то, может быть, на кого-нибудь подороже замахнемся. Почему бы и нет. Кто здесь? Ну, Гомеза мы уже вряд ли точно подпишем. Там она сколько? 17 должно быть миллионов. Ну, вот так вот. Давайте попробуем потом. Ау-па-па-па-па. А зарплата сколько у него? А, ну, 4 миллиона. Я думаю, 44 там что-то. В глазах так поменялось. Ну, все. Получается, сейчас отыграем матч против Андерлефта. А там уже сейчас посмотрим, будут ли Ракицкого покупать или нет. Ну, а там уже получше, наверное, защитника нам получится приобрести. Так, Сантос снова, кстати, миссы. Ой, ну, лучше давайте Сантос тогда толку. Уголовно тоже плохая форма. Ну, в общем, весь такой состав и выходит у нас на поле. Никаких изменений не будем превзносить. Андерлефт против Зенита. Поехали. Итак, Зенит против Андерлефта. Я не помню уже какой тур. Вроде третий, наверное, в Лиге Чемпионов. Давно не записывал карьеру за Зенит. Но в любом случае, побеждать нам сегодня надо. Так, неплохо. Азмун. На Жезуса. Жезус пролазит здесь, как замечательный 1-0, но уже на 11-й минуте. Супер. 1-0. Габи Жезус снова забивает Зенит. Я уже думаю, все. Закончился его пылкий такой нрав. Но нет, вот здесь очень хорошо отдал голевую Сердоразмун. И лягушечку такую отпустил Габи Жезус. Себастьян Дрюси. Есть какой голешник-то, а. 2-0. 38-я минута. Дрюси тоже что-то разобивался. Уже второй гол в сегодняшнем выпуске. Молодцы. Уже в первом тайме увеличиваем такой отрыв. Против Андерлефта. Замечательно. И, ой-ой-ой, ну что творит вообще Дрюси, а? Точно сегодня герой сегодняшнего выпуска. Дубль забивает в Лиге Чемпионов. Решающий гол забил в матче Сочи. Посмотрим сейчас еще как против Краснодара отыграем. Но пока что меня все устраивает. Очень хорошо аргентинец проводит вот эти вот последние матчи. Малкан. Ну неплохо. И как сейчас Жезус отыграла. Просто подкараулил этот мяч. Галкипер не видел уже момента, естественно, удара Габи Жезуса. И все. 4-0. Дубль Жезуса. Дубль Дрюси. Молодцы, ребята. И все-таки мы пропускаем. На 90 уже третьей там минуте. Мы пропустили здесь Бакали. Наверное, забивает. Ну, по этому поводу трудно что-то сказать. Здесь Сантос немножко, да, пролетел. Здесь очень хорошо прошла передача. И Лоурен мимо так пролетает. Ну и Пикфорд. Наверное, из-за Лоурена не видел момент удара. Но не получилось Пикфорду именно, наверное, здесь. Только в этом проблема сыграть на ноль. Нам-то не знаю. В любом случае, 3 результативных, можно сказать, плюс 3 мяча за матч. Вот у них один удар в створ всего лишь. Ну и Жезус игрок в матче. 7-5 у него оценка. Итак, после третьего тура у нас 3 победы. 9 очков. 10 забитых мячей. И всего лишь 2 пропущенных. 8 разница забитых. Ну, разница забитых и пропущенных. Поэтому все замечательно. Ну и первая половина, так сказать, группового этапа Лиги Чемпионов закончилась. Нас все точно устраивает. Здесь также будем дальше продолжать. Будем выходить с первого места. Так, что у нас по нашему Ракицкому? Ракицкий, ну, за 9300. Мы его продаем в Манчестер Юнайтед. У нас 16 миллионов 800 тысяч. Переходим к нашим игрокам в списке. Так, ну что, Жугомес попробуем? Попробуем, почему бы и нет. Вот так перепродажа. Давайте 10 даже процентов включим. На 3 года. Попробуем. Попробуем вот так вот. Все. Ну, а дальше я не знаю, что там по Милитау. Так, так, так. Ну, Милитау вообще нам немножечко не вписывается в Диего Карлос. Ну, в возрастном микросе. Вот так тоже интересный игрок. Вот за Тахо можно было бы, кстати, побороться. Почему бы и нет? Поэтому, если что, можно и Тахо попробовать. Так, у нас сейчас игра в Лиге Чемпионов против Краснодара. Третья строчка против четвертого места. Мы играем дома. Посмотрим. Сегодня мы должны быть заряжены. Так, ну, вместо Санкеса будет играть круговую. У него форма получше. Ну и все. Остальные игроки абсолютно такие же. Зенит против Краснодара. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Краснодара. Очередной матч Чемпионата России. Поехали. И штангу автогол. Автогол, я так понимаю, Краснодара. А Смольников, кстати, забивает. Получает нагоняй от Городова. Но момент был интересный, конечно. Здесь Жезус хорошую передачу отдает на Паласеса. Тут штанга, правда, попадает. Но здесь от Смольникова мяч залетает все-таки в ворота. И забивает Краснодар. 33 номер. Это Берг. Да, сравнивает счет. 51-я минута. Хороший удар. Хороший момент создал Краснодар. Для этого гола. Кабелла дает на него Голливуда передачу. И практически из-за штрафной забил Берг. Ну и 1-1. Жезус набирает ход. И Азмун. И Азмун закатывает. Отлично. Очень хороший бильярдный такой гол. Забивает зерна Азмун. 61-я минута. Буквально сразу же мы снова выходим вперед. Ребята, молодцы. И Жезус делает счет. 3-1. 87-я минута. Все шансы на победу у Краснодара уже улетучились. Супер. Ребята, молодцы. Добились того, чего хотели. Мы молодцы. Сейчас мы вроде должны выше 3-го места. Либо на 3-м, либо выше. Находиться после этой победы. Очень хорошо здесь. Чалов, кстати, только вышел и отдал голевую. Хороший, хлестенький такой удар от Габи Жезуса. Молодцы. Все. Заканчивается матч. Победа Зенита над Краснодаром. Со счетом 3-1. Гол. Азмуна. Жезуса. Автогол. Игоря Смольникова нам приносит победу. Ну, а по ударам, кстати, здесь Краснодар превосходил. Главение практически равное. Но главное у нас сработала реализация. Ребята, молодцы. После седьмого тура мы влетаем уже на первое место. Просто замечательно. Там ЦСКА сыграли вот в ничью. Краснодар вот проиграл. Поэтому вот такие дела. Спартак, я так понимаю, или там Рубин. Вроде и Рубин, да, тоже вот проиграл. Поэтому мы на первом месте. Все замечательно у нас. И вот такая вот интересная завершающая нота в сегодняшнем выпуске. Сейчас все узнаем, получится ли у нас купить Жо Гомеса. Так, ну, за Гомеса хотят тут 20,7 миллионов. Поэтому как бы нет. Извините. Подвиньтесь. Неохота. Так, Аки. Что насчет тебя? Ну, кстати, Аки можно подписать. Отправлю по нему предложение. Так, ну здесь вроде мы все. Давайте здесь еще посмотрим. Кристенсен нет. Нам там получше игровки есть. Здесь у нас Демираль. Ну, тоже как-то я не знаю, честно. Ну и давайте я сразу Потаху отправлю предложение, чтобы нам не ждать там потом, если что. Вот так даже попробую на три года. Все, отправляем. Ждем. Так, тут по моей команде еще. Оссорил все хотят купить Атлетик Клуб Бильбао. Нет. Ну что ж, друзья. На этом мы и завершаем сегодняшний выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok